Финал краевого этапа баскетбольной школьной лиги КС Баскет прошел в Хабаровске. Лучшие 8 команд юношей и 8 команд девушек региона боролись за путевки на дальневосточный этап. Победив там, команды отправятся на всероссийский финал. Тему продолжат мои коллеги. Одни школьники уже выпустились, другие еще не подросли. Это привело к тому, что весь сезон школьной лиги КС Баскет команда 4 гимназии играет без замен. В пятером игроки добрались до финала краевого этапа. В предыдущие два года команда уступала соперникам, но в этот раз триумфально забрала первое место. Просто взрыв такой. Очень рад, очень. Еще пришел у меня последний год в школе, и я как раз таки хотел выиграть. И вот мне команда сделала подарок, выиграли. Кроме эмоций от игры, досуга и популяризации спорта, школьная лига КС Баскет – это еще и среда для развития баскетболистов. Многие спортсмены, получившие опыт здесь, приходят в команды университетов и там становятся лидерами. КС Баскет – это школа для дальнейшего роста, уже перехода в студенческий баскетбол. Если мы говорим о студентах, то представители КС Баскета, конечно же, украшают порой команды студенческого баскетбола. Ну, например, Рыженков Алексей – лидер команды Скифа. Если четвертая гимназия, наконец, закрыла свой гештальт и без замен смогла победить всех противников, то женская команда 80-й школы привычно вышла на дальневосточный этап. Они – многократные чемпионки края. Победившие коллективы отправятся через две недели в Читу. Лучшие команды дальневосточного этапа поедут на всероссийский финал. Наши команды традиционно сильно выступают, как и на дальневосточных финалах этого чемпионата. Ну и достойно представляют уже Хабаровский край как субъекта дальневосточного федерального округа на всероссийских соревнованиях. В прошлом году наша команда стала восьмой в финале всероссийском. Игорь Сукачев, Максим Вонаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.